Здравствуйте, друзья! Сегодня понедельник, 8 июля, мы выходим с каникул. Портнов компьютерского выходит с каникул. И сегодня же у меня начинается такое мероприятие, я никогда его раньше не делал, но вот начнем сегодня. Я назвал это марафон. Такой марафон по подготовке к прохождению интервью. Дело в том, что есть люди, которые так естественным образом, они такие, ну, как сказать, нравятся. Вот. И говорят по делу, и так, где нужно промолчать, и улыбнуться, и нет проблем, так они легко расходятся. Есть люди, которые нервничают, есть люди, которые теряются в силу разных причин. Но есть люди неразговорчивые, знаете, как бывает? Вот ему трудно там разговаривать 5 минут, скажем, 30 секунд, он бы еще выдержал, но ты с ним говоришь, а вот такое ощущение, что ты его мучаешь, понимаете? И, короче, разные есть причины. Я вот для примера могу сказать, что на выходных мы там были в одном месте, и там ребята были из Фейсбука. И вот разговор зашел про интервью, там, а у них тренинг, там, знаете, там есть разного типа интервью, там их тренируют, то есть вот у него есть там, как сказать, лицензия, внутренние, вот на проведение вот таких интервью, но нет на проведение вот тех. Так вот, там строгая система, и там отчеты пишут про каждое интервью. И вот человек рассказывает, что он читал там чей-то отчет про интервью, и там было написано, что человек не может остановиться там, где заканчивается вопрос. То есть вот тебе задали вопрос, он на него ответил, а дальше он нон-стоп продолжает что-то еще. И, то есть, понимаете, умение человека ответить на вопрос, а не на два, не на три, а не на пять, то тоже важно, при том, что действительно люди, которые, как сказать, начинающие, у них естественное желание показать, что они знают много, что они и это, и то, и десятое. Вот ему говорят там, ну, я не знаю, расскажи о проекте, на котором ты работал, последний проект вот, над чем ты работал. И он скажет, ну, может быть, одну фразу или две про этот проект, потом его выносит на, чем он там занимался, как он это делал, какая это компания, какие у нее клиенты, то есть он расскажет сразу там, не знаю, пять-шесть вопросов, которые ему могут задать, а могут и не задать. Но он сразу вот все, что знал, вот все, все начинает туда. Из-за этого, что еще происходит, он не рассказал ни о компании, ни о проекте, ни о том, как работал и так далее, потому что для того, чтобы компания рассказать, нужно сказать, там, не знаю, там, грубо, десять предложений. Для того, чтобы о проекте рассказать, нужно там, не знаю, там, семь-восемь. Для того, чтобы рассказать о том, что ты делал, может быть, нужно 15, понимаете? А у него в итоге получается там одно на это, два на то, три на то, и не рассказал ни о чем, и время занял, и проявил некоторую, как бы сказать, неадекватность. И вот есть много, есть много проблем у новичков. Поэтому мы там собрали, не знаю, там, десяток соберется, не соберется людей, которые могли бы как-то улучшить свои вот эти вот навыки прохождения интервью. Вот мы их сейчас собрали, и я буду с ними работать всю неделю. Во всяком случае, может оказаться, что за два дня мы добьемся того, чего хотим, и больше двух дней и не надо. Но я как бы настроился на всю неделю. Им тоже сказали, что это вся неделя, это фулл-тайм. Это вот они пришли с утра, вот я еду на работу к одиннадцатим. Буду в одиннадцать, мы начнем. И вот с одиннадцати, там, не знаю, до пяти, до шести, как там бубна ляжет, будем работать. Значит, моя задача в том, чтобы они проходили хорошо интервью. В данном случае речь идет даже не об интервью на рынке, а речь идет об интервью наших, вот школьных, когда к нам приходят компании, и они с человеком разговаривают. Ему не нужно фантазировать, ему не нужно... Знаете, как вот у меня был один человек, он так сформулировал, он говорит, трудно, говорит, Миша, рассказывать, говорит, на незнакомом языке, на чужом языке, то, вот о чем знаешь только так понаслышке. Там, понимаете, из курса. Вот. Так им не надо даже особо там такого ничего рассказывать. Ну вот он учился в школе, там какие-то проекты в школе мы делаем. Ну расскажи о проекте. О себе расскажи. Ну что там такого? Ну вот. И они выучивают. Вы не подумайте. Они выучивают. У них есть занятия на эту тему. И так далее, но нет свободного владения материалом, так можно сказать. То есть вот есть человек, который что-то вызубрил, но шаг в сторону, там и рассыпалась вся история. Или он вызубрить вызубрил, но так как он рассказывает, сразу видно, что он вызубрил. И хочется спросить, человек, а ты кто? А он что-то по-вызубренному. Это никому не нравится. Знаете, поэтому вот мы будем над этим работать. И я немножко так как-то в приподнятом настроении по этому поводу, потому что я никогда в таком формате этим не занимался. Так обычно, знаете, бывает в индивидуальном более-менее. Или когда принимаешь клиренс, такой экзамен выпускной по прохождению интервью, и на этом клиренсе там придет человек 7-8. И там с каждым, ну так потихонечку. Это может занять, допустим, 3 часа, даже 4 иногда, где мы так вот работаем. Но это все-таки не день, не два, не три, не пять. Это очень ужатый такой формат. Мы можем там немножко полирнуть то, к чему они подготовились, но на самом деле там нет элемента такого, когда можно изменить абсолютно то, как они готовились, к чему готовились, и что там у них есть, и так далее. Там не хватает времени для этого. Поэтому человеку говорят, вот у тебя тут, 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 тут проблемы, иди готовься. Знаете, вот этот иди готовься у нас на марафоне будет происходить внутренне. То есть я буду контролировать процесс, иди готовься. То есть он не будет иди, он будет сиди. Сиди, готовься, плюс мы это все будем делать в коллективном, в таком групповом формате. Поэтому остальные имеют возможность увидеть ошибки других. Хотя, надо сказать, что вот мое наблюдение такое, что редко кто-то, сидя в группе и наблюдая ошибки других, или, скажем, когда разбирают ошибки других, в состоянии на себя перенести и сказать, ага, значит, я должен вот так, или это мне надо поправить. Это крайне редко бывает. То есть он слушает, но его это не задевает, а задевает, когда то же самое, но вот ему должны повторить. На эту тему есть много, а не тут и всяких. Но это жизнь. Это как бы реальность такая. Даже вот, например, знаете, у меня бывают такие ситуации, вот там мы разбираем, как надо было написать тест-кейс. Ну, в смысле, они там пишут, я начинаю разбирать. Но я не могу разбирать каждому отдельно. Ну, я бы там... Я должен показать, как правильно. То есть моя задача показать, как правильно. Поэтому я беру там один или два и разбираю, и привожу это к правильному. Но дальше мне говорят, а ты мой теперь разбери и приведи к правильному. То есть, по моей логике, да, когда мы увидели, как правильно, значит, ты должен сесть и написать правильно. А человек говорит, нет, говорит, ну ты покажи мне, где у меня ошибка-то где. Я понимаю так, что ошибка, это когда отклонился от правильного. Ну, вообще, определение ошибки, если вот так задуматься, мы на самом деле в курсе, поскольку у нас тестирование, мы изучаем программного обеспечения, то там есть определение понятия ошибка. То есть, что такое ошибка? И, ну, если я сейчас по-русски попытаюсь, несовпадение, mismatch, mismatch между тем, как есть, и тем, как должно быть. Вот это и есть ошибка. Вот все, что тестировщик делает, чтобы там быть полезным в практическом плане, да, то есть сообщить, что есть проблемы, и чтобы ее починить. Вот все, что он делает, он вот эти вот mismatches, вот эти вот несоответствия, несовпадения, он их обнаруживает в результате того, что целенаправленным образом производит некоторую полезную работу, которая тоже, как бы, известно какую, какая более полезна, менее полезна, совершенно бесполезна, и так далее. И вот, да, в общем, то есть, мне кажется, что если тебе показали, как правильно, и говорят, ну, теперь ты сделай, так вроде бы он должен со мной, он говорит, нет, ты покажи мне, где я делаю неправильно. Так что, в общем, короче, это интересная область, так со стороны, может быть, и думаешь, о чем там, о чем вообще говорим. Да. Так что мало чего-то знать. Некоторые люди думают, что вот он чего-то знает, и вот это вот и есть то, для чего школа существует. Там, говорит, а вот там в онлайне можно, а можно бесплатно там, и, конечно, можно, ну, конечно, можно, один из ста. А 99 что буду делать? Можно сказать, да, но из 120 ты им все равно не поможешь. Тоже правда. Тоже правда. Ну, может быть, не сразу поможешь. Может быть, там, ну, в той мере, в какой они хотят, то у них все равно получится. Это не то, что прям совсем так вот там обречено. Нет. Может быть, больше времени нужно. Поэтому мы так и работаем. Мы же не говорим, там, вот я курс прошел, и до свидания. Мы говорим, пожалуйста, можешь повторить, если там неограничено, за те же деньги. Но я видел неоднократно, как люди повторяют курсы совершенно, совершенно по-другому у них все и взлетают, как ракеты. Так что, ой, мама, тут чуть-чуть. Подрезают, подрезают. Такие вот, такие вот дела. Что еще? Сегодня у нас выходит, ну, как, не знаю, назвать на работу, я не скажу, что на работу, выходит, как бы на стажировку, человек, который должен, будет со временем, или так, мы думаем, что может быть со временем, этот человек вольется в наш коллектив, поэтому мы так посмотрим, как пойдет, я вас познакомлю. Не буду пока ничего рассказывать, значит, как согласуем и так далее. Не все люди любят публичность, поэтому я уж так, значит, нервничаю, думаю, что-нибудь скажешь лишнее, вчера вот к нам из Канады гости приехали, вот Ирина, вы видели ее девочку, она там про Канаду рассказывает, Стефанию, а мамка застеснялась, ну, вот представляете, все, ой, да, работать в Портнов Компьютер Скул не стесняется, со студентами общаться не стесняется, а вот так на YouTube надо брать, друзья, пример с наших детей, которые совершенно спокойно выступают перед камерой и не стесняются. так, сколько у меня, 10 минут еще осталось, так что, все, друзья, я с вами прощаюсь и бегу на марафон, я сегодня марафонец, субтитры сделал DimaTorzok